продается вот это примерно ну я вот и люблю покупать этим бобинами сразу да вот а так сколько нужно отрезается все это ты продумываешь образ какая нужна фурнитура какая нужна там ленточка бусинка пуговка и вот она как-то все это складывается складывается и до самом деле такой испытываешь кайф когда ты это все купил когда ты это все приносишь и ты это все разложил и вот она начинается такие куклы татьяна начала мастерить три года назад до этого девушка практиковала создавая различные мягкие игрушки любовь к швейному делу рассказывает было с детства научил этому ремеслу ее дедушка у дедушки моего была такая старая старая машинка я к сожалению даже уже не помню как она называется она была зеленая и сколько раз я ее ломала и сколько раз он ее делал и потом ругался потому что постоянно я ее доводил до состояния боже опять боже игла опять я не сломала я аккуратно я накрывала крышкой убирала в сторону вот и потом он обнаруживал как раз таки то что она опять неисправно делал и опять я шила татьяна вспоминает что началось все создание нарядов для куклы барби цена на ее было не маленькой и если родители дарили своим дочерям такой подарок то вот одежду которую было не достать в ссср приходилось создавать своими силами я не люблю шить для людей одежду вот и не знаю мне не нравится я мне не хватает просто когда кукла это связано с образом который вот он как-то рождается вот причем это мало того что образ это еще и должна быть подобрана световая гамма то есть например светло-серый серый он сочетается с розовым вот видите здесь получается на сочетание даже в интернете если набирать палитры цветов они обязательно выдадут вот эту палитру розовая белая серая вот это вот такая прям классическая моя кукла молли многие девочки любят играть в куклы но у татьяны это было не просто любовь а нечто большее тяга к этим игрушкам рассказывает наша героиня доходила до безумия ничего так не вызывало восторга как новая кукла моя мама она мне сказала ты до такой степени всегда любила кукол когда ты была совсем маленькой и тебе было всего там два с половиной годика это такое время было когда все-таки дефицит и очень сложно было что-то достать и она где если вдруг ты болела я шла в магазин покупала тебе куклу и ты забывала о том что ты болеешь ты начинала с ней таскаться играть все шли годы детство уже давно прошло а вот любовь к этим игрушкам осталась татьяна говорит что куклы теперь стали частью ее жизни она изучает их историю разновидности и способы создания я ходила музей кукол в москве который где измайловский кремль там замечательный музей кукол очень мне понравилось и в принципе наверное это какая-то такая любовь просто куклы там разные техники и воска и фарфоровые и просто моя любовь я хотела научиться делать что-то сама теперь у татьяны большое собрание выкроек и эскизов по которым она создает очередное свое творение все это собиралась кропотливым трудом путем проб и ошибок свою первую созданную куклу наша героиня не забудет никогда первая кукла она была на самом деле сшита ткань я примерно подобрала телесного цвета а мне хотелось сделать зимнюю она была таких фиолетовых тонов и она ее одежда была сшита из шапки колпака длинного за три года татьяна сделала больше двухсот кукол но увидеть их всех невозможно большую часть она подарила родственникам друзьям и знакомым теперь многие из них рассказывает мастерица просят сделать еще в тон интерьера той или иной комнаты я стараюсь все конечно игрушки делать именно с образом с любовью всегда если невозможно делать игрушку а если вот устал если как-то вот что-то не идет нет настроения никогда и лучше даже вообще не браться потому что когда настроение хорошее когда такая прям задумка что в руках все горит то она очень легко делать она прям практически рождается в прежде чем подарить готовую куклу кому либо татьяна показывает ее своим детям вместе они обсуждают что можно добавить или изменить в игрушке чтобы она стала еще лучше частенько все вместе ходят в магазин ткани чтобы выбрать все необходимое для создания очередного образа создание кукол это не единственное увлечение татьяны девушка пробует себя в различных творческих направлениях например мне нравится какие-то украшения я могу записаться данный мастер-класс прийти попробовать сделать зайдет не зайдет потому что ну вот вышивать я очень люблю я делаю украшения на коже бисером принципе очень много разного разные виды творчества пробовала вот и конечно же сначала очень сильно меня захватывала вышивка бисером и крестиком вот вот моя работа одна из их тоже много и тоже дарила очень вот когда чего-то очень хочешь то время найдется всегда серьезно было конечно такое что уходишь с головой и там включаешь какой-то фильм сериал начинаешь что-то шить потом понимаешь что уже час ночи уже два уже собственные три тебе уже в шесть нужно просыпаться для того чтобы собираться на службу вот но как-то не устаешь а служит татьяна уже пять лет военным юристом девушка старший лейтенант юстиции надеть форму с погонами мечтала с 14 лет у меня вся семья военнослужащие все мужчины моей семье точнее одну вот женщина я первая и как-то наверное путь мой к тому чтобы надеть погоны был очень долгим но это мечта все таки это мечта и я всегда хотела служить татьяна родилась на сахалине училась саратовской государственной академии право после окончания вуза служила в калининграде и в москве и после столиц девушки предложили отправиться на север в мурманск счастлива этому переводу безумно влюблена в этот город и очень бы хотела здесь и остаться работа татьяны заключается в оказании юридической помощи военнослужащим представление ведомства на различных судебных процессах но помимо этого девушки необходимо обладать и специализированными навыками помимо того что я юрист я еще и военнослужащий а как любой военнослужащий я должна проходить боевую подготовку держать себя в хорошей физической форме но это обязательно на этом и прощаемся с нашей героиней поздравляем ее с международным женским днем и желаем успехов как на службе так и в творчестве и конечно же благополучия в семье иван герасимов сергей росюк ты в 21 плюс